Ом НамА Бхагаватэ васудэ бая Ом НамА Бхагаватэ басудэ бая Это интересный материал, потому что этот материал очень практичен. В каком смысле? В смысле того, что после того, как Нара Дамуни описал Махараджу Юдхейштери историю прохлада, Махараджу Прохлада и Господа Нарисима Девы, он описал возвышенную чистейшую любовь к Богу, прямую прохладу Махараджа. После этого у Юдхейштери Махараджи возник вопрос, как можно достичь этой любви, если человек еще очень далек от нее? Как можно, по крайней мере, постепенно, с чего можно начать? Какой метод? И тогда Нара Дамуни описывает последовательно после истории прохлады Махараджи, описывает Юдхейштери Махараджи, каким образом человек, используя материальную составляющую жизни, используя, используя иными словами, свои качества или гуну, и свою деятельность или карму, каким образом человек может постепенно продвинуться? Продвинуться выше, 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 выше и постепенно достичь любви к Богу. Это называется варнашама дхарма, культура варнашама. Это не есть преданное служение само по себе, но это хорошее дополнение, очень важное дополнение. Потому что наша материальная природа нуждается в определенном менеджменте, необходимо ее задействовать. Потому что все, что мы знаем в материально-обусловленном состоянии, это материальное тело и деятельность этого тела. И нужно посвящать деятельность этого тела Господу, и жертвуя плоды этой деятельности, человек может постепенно подняться. И Нарада Муни рассказал Юдхейштери о том, в какие... Речь идет о грехастах. И эта глава 15 называется «Наставление для цивилизованных людей». В этом заключается цивилизация человека. Что он привносит элемент религиозности в свою материальную жизнь. Это цивилизованная жизнь. Если человек не привносит элемент религии в свои материальные обязанности, то он не является тогда цивилизованным. Это не цивилизованные люди. В соответствии с вашим ад-бхагаватом. Итак, Нарада рассказал обязанности брамачаре, грехаст, брамачаре – это учеников, которые еще не женились, грехаст, семейных людей, вонопраст, людей, которые уже отошли от дел, и саньяси, которые приняли полное отречение. Он описал обязанности брамана, то есть священников, учителей. Он описал обязанности к шатре или администратору, правителей. Он описал обязанности ващи или торговцев, земледельцев. И он описал обязанности шуток, то есть рабочих. И далее Нарада рассказывает о том, в какие времена в соответствии с положением звезд и планет лучше совершают различные обряды. Эти обряды не являются чистым преданным служением. Они нам, в принципе, не интересны. И об этом здесь говорится также. В комментариях Шла Прабхупада говорит. Эти обряды не предназначены для преданных. Но для обычных людей они очень важны. Почему? Потому что, опять-таки, людей интересуют материальные вопросы. И как связать эти материальные вопросы с религией? Для этого есть самскары. Это то, что называется самскара. Различные обряды. В какое время их лучше проводить? Их лучше проводить в то время, в которое доминируют в атмосфере благоприятные для прогресса в гунах или те небесные тела, звезды и планеты, которые обеспечивают гуну добродетели, скажем так. Он рассказал также, в каких местах можно выполнять или нужно выполнять религиозные обряды. И он первое, с чего начинает, не святые места паломничества. Он говорит, самое лучшее – это там, где есть вайшнав. Там, где есть преданные и в храмах, где происходит поклонение Господу, Божеству. Это самые лучшие места для исполнения любых обрядов. И далее, кто является потребителем или окончательным, финальным получателем этих жертв различных. Когда ги льют в огонь, сыпят зерно, многое другое. Кто является окончательным. И это тот, кто воспринимает все. Бог Тарам, Яги, Атапа, Сам, Савру, Лука, Майя, Сурам. Это Кришна. Это Господь, Верховный Господь. Дальше он написал, где этот Господь пребывает. Он сказал, Господь пребывает в сердце каждого живого существа. Даже в теле животного, в теле человека, в теле цивилизованного человека. И так выше, выше по иерархии. То есть Господь откликается в зависимости от сознания живого существа. Он проявляется через это существо больше. Он проявляется, несомненно, через все, через деревья также. Но через животных он проявляется больше. Он проявлен больше в животных. Рядом с индивидуальной душой, в сердце каждого животного. Он как параматный. Через людей он откликается и проявляется еще больше. То есть служение растениям хорошо. Служение животным еще лучше. Служение людям еще лучше. И дальше он говорит о том, что божество в храме, через божество в храме Господь откликается еще больше. Еще лучше он говорит, откликается Господь через преданного Господа, который служит Божеству. такова иерархия на который указывает на радамуне это важно для нас то важно знать в этой связи джива госвами говорит о том что там где поклоняются господу мурти форме или шелограмму или божеству храме там местность становится святой на триоджаны в округе что значит триоджаны это около 40 километров это довольно много это как раз добивает до сквиры более того он говорит что если человек даже человек не цивилизованную не кастовый человек в него который оставляет тело за один крош это мера длины один крош от божества которому поклоняются храме то он достигает вайкунхи об этом говорится в пану паране что значит один крош один крош это дистанция на которую слышно крик вала и это около трех километров либо это дистанция на которую долетает стрела то есть три километра раньше люди стреляли чуть получше чем сейчас и далее что иными словами таким образом народа описывает каким образом как человек может прогрессировать в своей жизни чтобы с целью обрести любовь к богу постепенно и особенность культуры варнашему заключалась в том что человек эта культура этот метод мог поднять человека подобрать вернее человека с любого уровня и постепенно постепенно начать его продвигать выше и выше и выше почему человек благодаря материальной деятельности могут удовлетворять свои материальные желания но поскольку в каждой обязанности каждого человека каждого ашерма каждой варны была заложена определенная аскеза тапасия то есть он должен был что-то делать брамачаре должен был жертвовать своей независимостью он должен был идти просить подаяния собрать горстку риса приносить вашим отдать гуру конечно гуру кормил в ответ он не остался голодным но имеется ввиду брамачаре развивали смирение они учились сохранять целебат прежде всего соблюдать семейный человек народом он не говорит об обязанности семейных людей он говорит три вещи для семейных людей первое семейный человек должен трудиться и должен зарабатывать поддерживать свою семью второе он должен заниматься жертвенностью обязательно благотворительностью чтобы не закрываться в рамках свои 7 и 3 чтобы не забывать не 1 мне о втором он должен был общаться с преднами обычно это обязательно для семейных человек к 3 вещи обязательно то есть семейный человек мог иметь общение с противоположным полом со своей женой мог иметь детей, мог иметь дом не вопрос, мог иметь богатство но была заложена определенная эскеза в этом, что он должен был делать дальше, вонопрасно он должен был отказаться от дел, и он должен был совершать эскезы посвящать себя полностью Господу медитации и так далее и Саньяси должен был отказаться от речи от всего ради проповеди и проповедовать странствовать и проповедовать. То есть, таким образом, культура Варнашима позволяла каждому человеку следовать своему материальному долгу и одновременно прогрессировать духовно. Что далее? Этот материал с 19 по 29 стихи описывает в частности, как человек может испытать счастье, как он может быть удовлетворенным, как он может быть счастливым. Современное счастье, так или иначе, ощущение или представление о счастье зависит от нашего окружения и от нашего воспитания. От того, какие принципы доминируют в обществе, какие идеалы, какие ценности доминируют в обществе. У разных людей разные ценности. Соответственно, они видят счастье по-разному. И в современной культуре материалистичной это определение счастья не такое, как оно было даже 50 лет назад. Раньше было определение счастья, что человек должен иметь счастливую семью, домики, в общем, такое благополучие, работу, дети. Но сейчас вообще другое. Сейчас счастье во власти и в наслаждении чувств. Откровенно, абсолютно откровенно. То, что Кришна описывает в Бхагавадгите, как «Ишвара, агам, агам, Бхаги». Деньги и власти. И этот эталон счастья меняется каждые 30-40 лет. Он меняется. Мы видим, общество меняется. Это факт. Дальше. Человек, современный человек, к сожалению, к сожалению, соблазняется призрачным счастьем. Призрачным, которое в гоне страсти, в гоне невежества. И это стандарт счастья. Это наслаждение не может сделать его счастливым, потому что связано чаще всего с угрой кармы, с какой-то ужасной кармой. А как говорят веды, как ведическая культура формулирует эталон счастья, причину счастья. И речь идет не о том, что любовь к Богу дает счастье. Это само собой, это подразумевается, это понятно. Но нам надо что-то такое более ощутимое, реальное. Как стать счастливым вот сейчас? Любовь к Богу – это очень далеко, это может очень высоко. Но как сейчас стать счастливым? И Бхагава там учит, что такое счастье. Счастье – это просто жизнь в материальном смысле для поддержания души и тела вместе, для здоровой жизни, физической и эмоциональной. А для чего? Для того, чтобы вопрошать об абсолютной истине. Это стандарт счастья, который дает Бхагава там. И ведическая система указывала на нечто неимоверное, как на основу счастья. И в это трудно поверить. Это удовлетворенность. То есть человек должен был учиться быть удовлетворенным. Если человек в простоте своей удовлетворен тем, что имеет, и тем, что приходит без безумных сверхусилий, он принимает свою долю, он принимает свою судьбу как то, что дано Богом, а это все равно дано Богом однозначно, то, что бы он ни имел, будет причиной его счастья. Но, если человек не удовлетворен, он будет страдать. Удовлетворенность является причиной счастья. Об этом говорит Бхагава там. То есть Бхагава там учит нас искусству удовлетворенности не только о достижении высшей цели жизни или любви к Богу. Это само собой, но учит нас тому, как мы можем быть удовлетворенными прямо сейчас даже. То есть Нара открывает нам секрет удовлетворенности и счастья. Интересно, что в Бхагавадгите также Господь Кришна говорит, что основа счастья это спокойствие. То есть опять-таки удовлетворенность. Если постоянно неудовлетворенность хочется еще, 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 то счастье невозможно. Удовлетворенность, спокойствие, основа счастья. Жадный человек не может быть счастлив. Ну, мы понимаем, что не все могут стать миллиардерами, правда? Ну, это мы догадываемся, правда? Скорее всего, не все будут миллиардерами. И что? Это означает, что мы должны быть несчастными? Ну, не все могут стать миллионерами, правда? Или все? Ну, не похоже на то, правда? По факту? Нет. По факту нет. А что это означает? Что счастливы только те, у кого есть большие деньги? Нет. Мы видим, что люди, у которых миллиарды, 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 они все равно неудовлетворены, правильно? И для полного счастья, им кажется, они должны завоевать еще что-то, еще соседние государства. Для полного счастья. Хотя у этих людей есть все абсолютно. Абсолютно. то есть жадность. Жадность невозможно удовлетворить. Никак. Абсолютно. 18-й текст. Я прочитаю. Дорогой царь, человек, черпающий удовлетворение в себе, может жить на одной воде и быть счастливым. Даже просто вода. Но тому, кто идет на поводу своих чувств, кто привык потакать языку и гениталиям, приходится играть роль домашней собаки ради того, чтобы удовлетворить их. Что значит играть роль домашней собаки? Почему? Потому что если мы зависим в своем удовлетворении, в своем счастье от чего-то другого, от кого-то другого, мы никогда не будем счастливы. Мы становимся зависимыми. Логично это или нет? Это логично. На мой взгляд, это очень логично. То есть, другими словами, удовлетворенность делает человека независимым от своего материального окружения. Это как раз то, чему и учит бхакти-йога нас. Стать независимым от материального. Правильно? То есть, жить жизнью души, иными словами. И пока это невозможно во всей полноте, по меньшей мере, человек должен совершать определенную эскезу «тапо-дивиам-путрака», как говорит Господь Решабадеев, совершать божественную эскезу. Итак, в соответствии, Сила Прапада пишет комментарий, «Согласно шастрам, браман, культурный человек, обладающий сознанием Кришны, никогда не пойдет кому-то в услужение, даже ради своего пропитания, а уж тем более ради чувственных наслаждений». К сожалению, сейчас никого не учит находить удовлетворенность сама сознания. Как уже объяснялось, предный всегда удовлетворен, потому что ощущает в своем сердце присутствие сверхдуши и непрестанно думает о Господе. Это не приносит ему подлинное удовлетворение. Предный никогда не идет на поводу своего языка и половых органов, и потому никогда не становится жертвой законов материальной природы. Итак, Сила Прабхупада конечно это браманическая жизнь. Сила Прабхупада говорит в другом месте, что не став Браманом, человек не может стать Вашнавом. Что означает? Это означает, что человек любой предный в принципе ведет браманический образ жизни. Потому что предный встает рано, предный повторяет святое имя мантру, правильно? Преданный омывается, преданный одевает чистую одежду, предный изучает шастру, предный поет киртан, соблюдает принципы не ест, мясо, рыба, яйца и так далее, все остальные принципы. Это брахманическая жизнь на самом деле. Неважно какие обязанности на самом деле человек выполняет, он может трудиться в поле или даже ходить на завод. Суть не в этом, он ведет брахманическую жизнь в любом случае. Силу своей прарабда кармы с прошлых рождений, ему может быть лучше дается какая-то определенная деятельность, какой-то варны, но по стилю жизни он все равно брахманическая преданная. Поэтому Павупада пишет, что Павупада говорит, что движение сознания Кришны это брахманическая культура. И что Павупада приводит пример одного брахмана, не один раз, он во мной минимум три-четыре раза приводит в разных ситуациях эту историю. И с большой гордостью он рассказывает об этой истории, он рассказывает об одном брахмане, который жил в Кришна-Нагаре. Кришна-Нагаре это недалеко от Майя-Пура. Этот брахман жил там и он жил очень простой жизнью. Он был ученый, он учил других людей, его ученики приходили и приносили ему какой-то рис. И у него во дворе росло тамариндовое дерево. И однажды к нему пришел, он жил в простой хижине соломенной, и к нему пришел Заминдар, то есть местный землевладелец, очень богатый человек, практически царь. И он пришел к нему и говорит, дорогой брахман, ты живешь так бедно, давай я для тебя что-то сделаю, я тебе построю хороший дом, я для тебя дам то, то, то. И брахман сказал, но мне ничего не надо. Он был удовлетворен. То есть брахман не стремился к экономическому развитию. Он сказал, ученики приносят мне в конце дня немного риса, моя жена берет с этого дерева тамариндового листья, делает из них рис тамарина с этим шаком. И все, мне больше ничего не надо для жизни. Удивительно, он был удовлетворен на основе знания, что он учит людей. Ему больше ничего не нужно было. И правопада с большой гордостью рассказывает эту историю опять и опять. И он говорит, вот это слава Индии. Вот это слава, вот это богатство, это богатство Индии в знании и в отречении. Это настоящая человеческая культура. Итак, 19 текст. То есть мы говорили о том, что жадность невозможно удовлетворить. Можно удовлетворить голод, пищи, можно удовлетворить гнев, наказав обидчика даже, но невозможно удовлетворить жадность. Никак. Вот что говорит 19 текст. Предный или брамана, который не обрел самоудовлетворение и жаждет чувственных удовольствий, постепенно утрачивает свою духовную силу, образованность, аскетичность и доброе имя. И от его знаний со временем не остается и следа. 20-й текст. Когда человек одолеваемый голодом и жаждой принимает пищу, его сильное желание есть ослабевает. Подобно этому разгневанный человек может удовлетвориться, успокоиться, наказав и отругав того, кто его разгневал, но одержимый жадностью, даже покорив все страны света, изведав всемирские наслаждения, все равно не будут удовлетворенным. Иными словами, количество чего-то материального не делает человека удовлетворенным. Потому что удовлетворенность это качество в сердце. Человек должен иметь глубокую внутреннюю жизнь в сердце и тогда он может быть удовлетворен. То есть это духовное качество. И далее неудовлетворенность является причиной падения. Почему так? Потому что неудовлетворенность это признак гунных страсти или страсти смешанности невежества. И это причина падения. О, царь Итхиштера, многие люди, сведущие в самых разных вопросах опытные государственные советники, знатоки священных писаний, мудрецы, достойные возглавлять ученые собрания, опустились до уровня адской жизни из-за того, что не хотели удовольствоваться своим положением. То есть есть такая пословица хорошая, лучшая враг хорошего. Человек стремится к лучшему, но он теряет хорошее, он получает плохое. Да. Человек правопада пишет комментарий. Чтобы человек мог духовно развиваться, он должен быть удовлетворен своим материальным положением, иначе жажда материального успеха погубит его духовную жизнь. Почему? Почему жажда материального успеха погубит нашу духовную жизнь? Потому что у нас просто не останется времени на духовную жизнь. Потому что вся наша энергия уходит совсем в другое русло. И нам трудно, нам не интересно. Нам не интересно другое. Если вы погружаетесь в какую-то деятельность, вы забываете обо всем. Сила правопада ранее в комментариях говорит, человек должен трудиться не более 8 часов в сутки. Не более 8 часов. Если более, это уже сверхусилие. Итак, дальше идут стихии о том, как человек может оставаться удовлетворенным. Твост второй текст. А в конце сейчас я записываю лексов. И это сутры, это Нарда говорит сутрами очень глубокими утверждениями, очень мудрыми. Он говорит следующее. Чтобы избавиться от вожделения, может вожделение делает человека неудовлетворенным. Надо твердо решить, не идти на поводу своих чувств. Подобно этому, чтобы победить гнев, надо перестать завидовать другим. Чтобы избавиться от жадности, надо обсуждать погубные последствия накопительства. А чтобы избавиться от страха, надо размышлять об истине. чтобы избавиться от страха, надо рассуждать об истине. О чем? О душе и сверхдуши. О Боге. Комментарии Челопропады. Человеченача каварти такор объясняет, как победить вожделение, проявляющееся в стремлении к чувственным удовольствиям. Невозможно избавиться от мысли о женщинах, и подумать о них естественно. Просто идя по улице, мы видим множество женщин. Однако если человек твердо решил не жить с женщиной, то даже при виде женщины он не будет испытывать вожделение. То есть речь идет понятно о незаконной связи, речь не идет о законном браке. Тому, кто полон решимости хранит целомудрие, совсем нетрудно победить похоть. Итак, следующее. Текст ребят, эти связи могут быть непонятными, эта логика может быть непонятной, но это воистину так, это абсолютно истина. Обсуждая духовные истины, можно отдалить скорбь и иллюзию. Служа великому преданному, я повторяю, можно избавиться от гордыни, то есть смиряясь и служа, мы избавляемся от гордыни. Правильно? Обсуждая духовные истины, мы избавляемся от скорби. Правильно? Как Кришна проповедовал Ржуни на круг перед битвой. Ашучан ану ашуча ства парагир анашча бахаса гадасудна агатасан ашучан ашучан на ашучан пандитава Ты скорбишь о том, что недостойна скорби. Он говорил. Итак, просто перестав потворствовать своим чувствам, можно поведить себе злобу. Как это так? Потому что злоба возникает, это форма гнева. Гнев возникает из-за недовольтверенных чувств, из-за разочарования. Разочарование возникает из-за привязанности чувств к объектам чувств. Все очень научно. Чувство привязывается к объектам чувств, из-за этого возникает привязанность. Привязанность никогда не удовлетворяется полностью. Возникает недовольтворенность. Недовольтворенность перерастает в гнев, накапливаясь. Гнев перерастает в злоб. Все очень научно. Удивительно. 24-й текст. «Проявляя сострадание никому не завидуя, человек может избавиться от страданий, причиняемых другими живыми существами». То есть проявляя сострадание никому не завидуя, человек избавляется от страданий, причиняемых другими живыми существами. То есть действуя во имя других живых существ, человек избавляется от страданий, которые они приносят. Медитируя в трансе, он сможет устранить страдания, которые посылает проведение. Представляете, медитируя в трансе, то есть экстатический киртан устраняет страдания, которые возникают из-за дайвы просто по судьбе, по звёздам положено страдать. И вы будете страдать, но когда вы в экстатическом состоянии, вы поёте, очень эмоционально насыщенный киртан, то это преодолевает даже дайву, даже то, что предначертано вам свыше ваше страдание. Практикуя хатха-йогу, пранаяму и другие подобные методы, сможет избавиться от беспокойств, доставляемых собственным телом и умом. Аналогичным образом усилив влияние гоны благости, особенно в отношении еды, человек должен победить сон. Комментарий Шлоп Рупада пишет. Человек должен приучить себя питаться тем, так, чтобы ради этого не надо было причинять беспокойство и страдания другим живым существам. То есть вегетарианство, понятно. Без насилия. Если кто-то мучит или убивает меня, это приносит мне страдания. Стало быть, сам я не должен мучить и убивать ни одно живое существо. Люди не знают, что за убийство невинных животных материальная природа подвергает их суровому наказанию. Любую страну, где без необходимости убивать животных, материальная природа будет карать войнами и эпидемией. Поэтому человек, по опыту своему, зная, что такое страдание, должен быть милосердным ко всем живым существам. Харик Криснам. То есть, другими словами, что делать, если мы сделали всё уже, но мы предприняли всё уже, что в наших силах, и мы не можем победить то, что приносит мне страдания. Что нужно делать? Нужно просто петь Харик Криснам. И тогда вы найдёте удовлетворение и опору в сердце. И тогда вы измените свой взгляд на то, что причиняло вам страдания. Потому что страдание – это субъективная реальность. Это не объективная реальность. Это не абсолютная реальность. И то, что одному человеку причиняет страдания, другому доставляет наслаждение. Правильно? Понятно? Это же так и есть. Не так ли? Как сюда прапору падает? Я сюда в Аксиданте расскажу, что запах гии людям в Бирме, которые питаются всякими отходами, им вообще он доставлял страдания. Отвратительно. Запах гии – фу. Для преданных, когда топится ги, но это нектар, правда? Это такой сладкий запах. Удивительный. Для разных людей. Одни и те же вещи. Хорошо. Текст 25. Усиливая влияние гуны благости, нужно победить страсть и невежество. А потом, возвысившись до уровня шутга сатвы, надо избавиться от привязанности к гуне благости. Все это произойдет само собой, если человек с верой служит духовному учителю. Так можно преодолеть влияние материальной природы. То есть, все эти методы, иными словами, они должны совершаться под руководством. Если человек независим, ему будет очень трудно преодолеть влияние своей обусловности. Или как? Правопада пишет очень метко. Если человек связан, у него связаны руки, он не может себя развязать. Нужен другой, у которого руки развязаны. Он может развязать. Он может помочь. Комментарий Шилперопада пишет. Излечив причину болезни, можно избавиться от всех связанных с ней болей и прочих телесных страданий. Точно так же, тому, кто с верой, верой и правдой служит духовному учителю, совсем нетрудно преодолеть влияние сатва гуны, раджи гуны и тама гуны. Чистый предный, который действует под руководством гуру, может легко обрететь милость Верховного Господа и потому сразу возвышается до трансцендентного уровня. Объяснение этому дается в следующем стихе. Роль гуру для нас. Духовного учителя, следующий стих, следует считать самим Верховным Господом, ибо Он дает духовное знание, несущее человеку просветление. Поэтому того, кто смотрит на духовного учителя с материальной точки зрения и считает его простым смертным, ожидает полное разочарование. Все его попытки постичь веды и обрести просветление, подобное купанию слона. Решенача Гарати так задает вопрос, он пишет с этим стихом, что ну как же так, родственники духовного учителя, например, у меня есть духовный учитель, его родственники, его отец и мать не считали его каким-то необычным представителем Бога, правильно? И соседи тоже. Ну, они видели его с детства. Обычный человек. Но если человек так думает, то человек закрывает себе. Родственники могут считать, родители могут считать, это не проблема, соседи могут считать. Но если ученик считает своего гуру обычным человеком, то это проблема, он не продвинется. Потому что этот гуру является для него каналом, через который на него Господь посылает милость. И это не то, что человеку кто-то навязывает гуру. Каждый выбирает гуру, кого хочет. Это выбор самого человека, самого ученика. Нет такого, как говорится, rubber stamp гуру. Тот, который просто, так сказать, вот это гуру для всех. Джагат гуру. Нет. Это субъективно. Это отношение между учеником шиши и гуру. Вы выбираете. Но если вы не выбираете никого, как гуру, то это проблема. Это проблема. У каждого из нас должен быть гуру. Потому что не приняв гуру, не проявляя покорность и смирение конкретные. Не так, что я смотрю на правопаду. Ну, конечно, правопады велик. Посмотрите, какая фотография, да, прекрасная. Понятно, правопады велик. Но, помимо этого, мне нужен человек, конкретный человек, который скажет мне, ты негодяй, что ты делаешь, а? Часто вам снится правопад и ругает вас. Нет, правда? Нужен конкретный человек, который будет видеть меня, мои анархии, мои недостатки, скажет мне, ты негодяй, что ты делаешь? Ты должен справиться. Харикишна, 27-й текст. Верховная Личность Бога. Да, так вот. И далее Нарадамони аргументирует. Он приводит пример, пример, в соответствии с которым, ну, который подчеркивает то, что он сказал, что человек не может считать своего гуру обычным человеком. И речь идет не просто о дикши-гуру, но также о шиши-гуру. Он не может считать его обычным человеком. Как это может не казаться другим, что он обычный человек? Так вот. И он приводит пример Нарады. Верховная Личность Бога, Господь Кришна, повелитель всех живых существ и материальной природы. Великие святые, подобные в ясе, стремятся к его лотосам стопам и поклоняются им. То есть Господь Кришна. Правильно? Бог. Однако же находятся глупцы, которые считают Господа Кришну обыкновенным человеком. Да. Кто-то Кришну считает обыкновенным человеком. Ладно. Кришна говорит, Бхагавадагите, Аган Сараваси правово, Мантах Саравам правово. Из меня исходят все миры. Правильно? Кришна показал вселенскую форму. И при этом какие-то глупцы все равно считают его человеком. Ладно. поэтому не стоит не стоит удивляться. Нужно следовать принципу этому. Приведенный здесь пример, что Пропад пишет комментарий, Господа Кришны, Верховной Личности Бога, помогает понять положение духовного учителя. Духовный учитель называют Савака Бхагаваном, что означает Личность Бога, Которая служит. А Кришну называют Севья Бхагаваном, Верховной Личностью Бога, Которой следует поклоняться. Духовный учитель это поклоняющийся Бог, а Верховная Личность Бога, Кришна, это Бог, который является объектом поклонения. Такова разница между Духовным Учителем и Верховной Личностью Бога. То есть Духовный Учитель это слуга Бога. Это есть принципиальное отличие. И далее 28-й Совершение религиозных обрядов, следование предписаниям, подвижничество, занятие йогой. Всё это предназначено для обуздания чувств и ума. Но если человек даже сумев обуздать, свои чувства и ум, не сосредоточился на Верховном Господе, все его труды были напрасными. То есть все обряды, все занятия йогой, подвижничество, обуздание чувств это всё хорошо. Но если не достигнута конечная цель, а это сосредоточение ума и чувств на Господе, то всё это было бесполезным трудом. Последний текст, 29-й. Профессиональная деятельность и приносимые ею доходы не помогают человеку духовно развиваться, а наоборот только ещё больше запутывают его мирскими путами. Подобно этому ведические обряды не приносят никакой пользы тем, кто не предан Верховной Личности Бога. То есть абсолютно всё должно использоваться для удовлетворения Господа. Абсолютно всё. Иначе в этом нету ценности. Важно научиться различать материальную и даже благочестивую материальную деятельность и духовную. Комментарий что пропадает пишет здесь. Выполняя свои профессиональные обязанности, занимаясь торговлей или сельским хозяйством, человек может разбогатеть, но из этого не следует, что он достиг высокого духовного уровня. Нельзя ставить знак равенства между духовными достижениями и материальными богатствами. Хотя смысл жизни в том, чтобы стать духовно богатыми, неудачливые заблудшие люди неустанно гоняются за материальным богатством. Но материальные занятия не помогают человеку осуществить своё предназначение. Напротив, такие занятия приводят к тому, что у человека появляется множество ненужных потребностей в кавычках, удовлетворяя которые он рискует родиться среди представителей низших форм жизни. Вот такие стихи. Харе Кришна, есть ли какие-то дополнения вопросов. А можно ли вопрос особистого характера? Пожалуйста. Прошу. А вы нашли детьми до этих писаний, что вы делаете на том, что я маю делать? Нет, ну, в целом, я помиссию это прочее. Так, так, ну, звісно. Так, кожен, ци писания звернены до каждого, каждый может знайтися. Звісно, обовисть кого? Так, известно. Мы называли три аспекта, которые я должен практиковать. Игрекаста. Игрекаста. Для того, чтобы больше всего не запомнить то, что осталось в общем депуте и общаться с премием. трудиться и обеспечивать свою семью и заниматься благотворительностью и жертвенностью. В общем, у меня такой вопрос. В общем, у меня попадал в тексте в общем, Аббага там 1.17.3 и говорит, что обязанность каждого домохозяина содержать свои позиции коробки и коробки не только для получения молока, но и исполнение принципов любви. Как эти принципы говорят. Это обязанность, скажем. Да. Ну, я не знаю, мне трудно сказать о других людях. Я имею корову. Она у вас. Если она еще не умерла. я удовлетворил. Я удовлетворил. Конечно, конечно, было бы здорово. Видите, раньше жизнь была более аграрной. цивилизация была вся аграрная. Правильно? Но даже в этой аграрной цивилизации были огромные города. Правильно мы знаем? Христинапа или Дварка. То есть города были всегда и были люди, которые жили в городах. В городах коровы проблематично будут содержаться. Ну, разве что можно иметь дачу где-то, нанять людей, чтобы не следить. И тогда можно оправить. Ну, Нанда Махараш, когда Кришна родился, что там был за праздник? Десятый песни пишут. Он раздал два миллиона коров. Да? Это цифра сумасшедшая. Ну, Васудева тоже раздал миллионы коров. Но в комментариях пишут, когда Кришна родился. Но в комментариях пишут, что поскольку он не имел возможности реально сделать это, он делает это в уме. И в уме преданное служение имеет тот же самый результат, что и в реальной жизни. Не заблудится все. Васудева. Да, в последнем с ним. А можно об этом поподробнее? Что преданное служение в уме действительно имеет реально то же самое результат? Да? Чилот Прабхата приводит пример Брамана, который медитировал на Господа, предлагая Кир. Кир был горячий и он попробовал его и он обжег палец в медитации. И он вышел из медитации, палец был вожжен и богиня начало смеяться новой кунг. медитации. И он может медитировать. накормить рядом. Но в реальности он только в уме это все может. И медитирует. Как будто бы я готовлю кунгу. Но это тоже будет от этого результат. Не, зависит от совершенства вашей медитации. От этого зависит. Конечно. То есть если медитация будет совершенна, то все почувствуют удовлетворение. А если нет, а если нет, то если не совершенна, то нет. На нашем уровне самому лучше ремиграции. Вовлекать надо, служить надо. Например, в Пуджаре, когда в Киеве воздушная тревога. В Пуджаре спускают божества вниз, в бомбоубежище. И они спускают специальные рюкзаки, божества в рюкзаке, и туда вниз. И они проводят мана сапуджу. И надо, если нет возможности, они проводят в уме это все. Но это тоже важно. Это очень серьезно, и это очень непросто. Реально это непросто, это браманический уровень. Уже надо реально сосредоточиться. А он же туда, у меня то, у меня этого, времени нету, и начинается. Это не так просто. Дам отож, пожалуйста. Ну и что я это роблю, так что с вами это может борьбаться. Дуже гарное питание, мы даже дякую вам, широко дякую. Где вы такое знайшли? Дуже доброе. Дуже дякую вам. Вы правильно говорите. Кришна самодостатнень. Кришне все есть. Не хвилюйтесь. Ему ничего не нужно. Но почему мы предлагаем подношение в храме 5 или 6 раз на добу? Наши мы предлагаем пуджу, у него все есть. Все належит ему. Но мы делаем это. Так как в Ганзе берут воду Ганги и подносят Ганзи. Люди обратно в Гангу берут Ганги и пропонуют Ганзи. Так само как запаливают продип гнотики. Так запаливают и пропонуют Солнце. Солнце есть джерелом свитла и вогню. Но что это для того, чтобы развинуть стосунки. Для стосунки это как медиум, как инструмент развития стосунков. Все. Так это служение. А а как Яшода пеклувалась про Кришну в Уриндавані? Вона боялась за него, правильно? Вона его охраняла, чтобы что-то не произошло. То лила. То лила. То духовная реальность, в которой Господь погоджується грати роль залежного від відданого. Залежного. Для ще близких стосунків. Так він, звісно, нічого не потребує. Але це буде трохи персонально. Розумієте? Бог в нашому серці, в вашем і в моєму. Той самий Бог на душах. Але ми не відчуваємо його. Він нейтральний. Відданого не влаштовує нейтральні стосунки з Богом. Йому цікаві активні стосунки бхакті. Чоловіка перекладає бхакті як активне віддане служіння. А ще є екстатичне. А ще є спонтанне. Це дуже активна позиція життя. Ви згодні? Я згодні. Що ще скажете другі віддані? От насчет удовлетворення. Виці значав намагати самого власть виреного, власть виреного являється основою счастья. Ну несчастья віддані 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 і наоборот віддані взаєможовісті. Ну да, согласен. Несчастье є следствие определенних каких-то определенного окруження, определенних явлень. Наприклад, жарко, я несчастье. Правильно? Или я голодний, я несчастье. Тут завжди є інший погляд на речі. Завжди є. І треба знайти, знайти Кришну. Ви знаєте цю історію? Не знаєте? Я вам зараз розкажу. Це проста історія. Дітям на Новий рік дорослі робили подарунки. і вони прийшли під ялинку вранці. І що вони там побачили? Для однієї дитини пакуночок. Гарний пакуночок. Спакований, дуже красиво. Зав'язаний. А для другої дитини нічого. Купа гною. Уявіть, купа гною. І друга дитина тоді прийшла, вона подивилась, і вона каже, а де поні? Розумієте? Якщо я гні, то має бути і поні. Тобто, ми маємо знайти в своїй, кожній своїй ситуації маємо знайти поні. А де поні тут? Тобто, де Крішна в нашій ситуації? Так. В чому сенс? Правильно. Дуже цікаво. Мене подобається ці історії. А вот как разобраться, де ми і скільки дожны прилагати усілий, зная, що все завіся від Кришни. Дуже добре. С однією сторони все безволи Кришни траглянки нашла? За 8 часів. Правильно. Правильно. За 8 годин. Правильно. Правильно. За 8 годин. Тобто, людина не повинна нехтовати своєю садганом. Бо садгана зумовлює досягнення мети життя. А якщо ми нехтуємо своє садганом, це означає, це вже надзусилля. Це те, що правопадок класифікує, як надзусилля. 8 годин найбільше все, потім вимикаєш. І маю влаштувати своє все, щоб все було гаразд. Як це зробити? Це вже винахідливість. Це вже кваліфікація. Як це зробити? Щось делегувати, щось там. Розумієте? Ну, якісь методи є. Люди керують імперіями. Правильно? Якось в них це вдається. Насправді все можна. Проблема в нашій прив'язаності. Оце корінь проблеми. Бо є прив'язаність. Я хочу. Я не можу. Я стою варкоголіком. Я не можу зупинитись. Особливо, якщо в мене конституція піта. Досить піти там вогню. Дуже важко людині. Вона запалюється. Вона надихається і її дуже важко зупинитись. Треба штучно себе гальмувати. Я правильно кажу? Правильно. Бачите? Пан лікар каже, що правильно. Так воно є. Термозок не вважає. Так. Машина без гальмів це дуже небезпечно. Це тіло, це янтра, це машина. Якщо нема гальмів, це дуже небезпечно. Двигун, тоді все без влузди. Правильно? Чим швидше розігнався, тим гірше. Навпаки. Будь ласка. Дякую. Слухава вашу лекцію про брамани, про їхні обов'язки, які сказали, що не можна продавати браману, бо не можна браману за свої знання брати гроші. Це все не так. Существує це духовне знання? Насправді, насправді, ні. Насправді, це було дармо браману. Давати знання. Трохи по-іншому. Він не міг бути на зарплатні. Він мав бути задоволеним випадковими пожертвами. Якщо йому дали, він може взяти. Якщо йому не дали, він задоволений, не вимагає нічого, він щасливий. Бува. Я про те, що це духовне знання. Ладно, яка просто витичні знання, а я вважаю, скажімо, що там істерологія в тому числі. Тоже, що ти не ходить, ну, це нормально. Брать гроші, як так кажуть, бізнес власні. Ну, що я можу вам сказати? Про сутності лікаря я нічого не можу. І астрологія є. І астрологія є. Хто астролог? Хто астролог? На кухні астролог? Насправді, браман не міг, не міг бути на... він не повинен був назначати фіксовану плату. Він залив... Бо це, розумієте, якщо, якщо браман назначає фіксовану плату, це означає, що він обмежує. Це означає, що він буде навчати тільки тих, хто має гроші. Чи він мотивований? А? Чи він мотивований? Ну, так, так. Це означає. А якщо він не брамана, він байшає, він не продає си знання. Тільки в чима? Само, в галдичній знання. Понятно? Ваще кавачки продає. Правильно. Ваще продає збіжджі кавачки. Традиційно це було не так. Я не буду казати. Просто це трохи інші обов'язки вже. Це інше, важне вже. Правопада використовував досить жорсткі слова з цього приводу. Так чи інакше, людина, якщо людина отримує фіксовану плату, призначає плату і отримує фіксовану плату, тоді вона просто має використовувати це для Крішни. Принаймні, якусь частину. Пов'язав. До того, щоб очищувати. Тому Правопада, що і каже, він наводить приклад цього брамена за Крішни-нагара. Брамени знали і агроведу, і астрологію, і духовне знання. І вони допомагали людьям. І Правопада пише в інших місцях, що таким чином без зайвих грошей, без зайвого клопоту, ці послуги з медицини або астрології, вони були доступні кожній людині. Ось і все. Тобто Брамен – це людина, яка знає брахман, знає дух. І тому для неї людина багата чи бідна – немає значення. Вона допоможе будь-якій людині. Вона не дивиться на людей з точки зору матеріального тіла. Чи воно багато, чи бідне там. Він допомагає коженим. Це трохи революційно. Я розумію. Але це добре. Уявіть, для вас було б добре, щоб для вас було доступне знання. Ну, було б добре, якщо ви могли піти, наприклад, до астролога, вам щось треба. І вам не треба сплачувати за це 50 доларів. Правильно? Вам сподобалось би таке? Він каже, я поклати 20 років життя, можливо, більше. Щоб вийти на цей уровень, щоб, скажімо, розкристили. Ну, так прекрасно. А не вже браман буде витрачати 20 років для того, щоб заробляти потім гроші? Для брамана гроші не є ціни. Розумієте? У суспільстві має бути прошарк людей, які байдужі до грошей. Для себе. Для себе, принаймні. Зрозуміло, що правопаду використовував гроші для того, щоб будувати храми, для іншого, для проповіді. Це ясно. Але не для себе. Браман не зацікавлено в економічному розвитку. Вайша зацікавлено, добре. Кшатрі зацікавлено в розширенні. Неправильно. Але браман нашу. Він втрачає тоді браманічну кваліфікацію. Розумієте? Якщо тобі, слово, є проблема, коли браманічні знання переходять туди, а ви бачите, вони починають ним торгувати. Абсолютно точно. Або, що до кшатрі, і вони починають використовувати це політично. Це проблема? Це проблема? Цікавий розвиток. Мається навіть, що я просто служу 9-ом, безкоштовно. Я не розраховував до рівняння. 11-й, 12-й, 15-й може не прийти. Буде там 15-25, а викрині 26-й і заплатить за 27-й попередньо. Ну, правда, так це в мене. Щиро дякую вам. Я маю вам сказати, що коли ти рідене служить, це не тоді, коли я думаю, о, коли прийде це 10-й, 15-й. Правильно, правильно. Коли прийде 11-й. Це час, це 20 років я вчив, завжався і не, я привився. Дуже добре. Це служіння, і результатів тих дітей, яким вони навчаються, вони коштуєюють ось це мереження, і вони приходять, і гроші теж приходять. Тобто ви навчаєте прикладом, розумієте? Навчати людину означає не передати їй технічне знання, просто інформацію. Навчати людину означає трансформувати її серце. І прищепити їй певні істини, певні цінності. Це справжнє навчання, розумієте? Інакше це ремесло просто.